Продолжение следует... 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 Я бы хотела тоже сейчас обратиться ко всем ребятам-активистам, которых сейчас начинают уже преследовать наши силовики и прочие люди. Пожалуйста, пишите, заполняйте анкеты, подпишитесь, пожалуйста, всем на группу «Ахавичейс» в интернете, в фейсбуке. И в фейсбуке, в этой группе, эту группу ведет Людмила Козловская, правозащитник. И в этой группе вы найдете, то есть вы можете там оставлять все свои сообщения, если что-то происходит. Вы можете туда публично выставлять объявление о том, что вас кто-то преследует. Или, возможно, вы уже получили какой-то штраф, вам нужна поддержка. Или, возможно, на вас возбудили уголовное дело по 405 статье. Это тоже требует поддержки. И вы, пожалуйста, обращайтесь. У нас таких случаев, конечно, не очень много, но мы знаем, что в минувшее воскресенье в Алматы сразу несколько активистов подвергли преследованиям. И очень важно, чтобы вы заполняли анкеты, очень важно, чтобы вы заполняли доверенность и направляли это все в фонд «Открытый диалог». И таким образом мы будем продолжать сопротивление этому беззаконию. Вы знаете, что в отношении демократического выбора Казахстана, резолюции, которую вынес Европарламент 14 марта в этом году, сказано, что мы являемся мирной организацией, мирной оппозиционной организацией, которую преследовать нельзя. И, пожалуйста, обращайтесь, если вас преследует за то, что вы являетесь участником чата ДВК или за то, что вы выходили на мерные митинги, собрания, которые были организованы один выбором и не только. И эти вещи очень важно понимать. Люди, которые состоят в нашем чате, не забывайте, что у нас есть юрист ДВК, и вы можете найти ссылку по навигатору в любое время. Заходите в чат, вам просто на ваш вопрос немедленно ответят любой из активистов и дадут ссылку. Обращайтесь к нашему юристу. У нас очень активно и увлеченно работает юрист. У него есть помощники, и мы постоянно на связи, постоянно отвечаем на ваши наболевшие вопросы. У нас у юриста заготовлено множество инструкций, ходатайств, всевозможных исковых объявлений, заявлений. И вы можете с нашим юристом любую работу по своей защите вести самостоятельно. И, пожалуйста, делайте это, потому что каждый из нас должен быть юридически грамотным и так далее. И, подготавливаясь к этому протесту, пожалуйста, точно так же в нашем чате, в этих новых пабликах инструкций к митингу есть все рекомендации юриста, как вести себя, если вы столкнулись с полицейским беспределом, произволом, если вас куда-то вызывают и так далее. И все это вы можете там найти. И я бы хотела не очень долго занять ваше время, но поговорить о важном моменте, это о безопасности и культуре протеста. В развитых странах, цивилизованных странах, где митинги и протесты не являются запрещенными, где нет такой диктатуры и где государство не преследует за участием в митингах, такие вещи обычно организовывают и делают так, чтобы обеспечить людям безопасность и защиту. Это делает полиция, это делает государственная власть и так далее. Но это мы говорим о цивилизованных странах, где протест является нормальной формой общения народа и властей. В нашем же случае мы являемся жителями тоталитарного государства, с тоталитарным режимом. И поэтому все эти вещи мы должны обдумывать сами и думать о своей безопасности, о своей защите, когда мы идем на большой массовый протест сами. Мы ожидаем, что 9 и 10 июня протесты будут многотысячными. И это накладывает определенную ответственность на каждого человека, который будет участвовать в этом протесте. Я бы хотела всех призвать к тому, чтобы во время наших митингов мы соблюдали культуру общения, чтобы мы никоим образом не прибегали к провокационным репликам, к провокационным действиям, к действиям, которые могут навредить окружающим, кого-то испугать, кого-то смутить, кого-то оскорбить. Ни в коем случае не надо к таким действиям прибегать, поскольку мы в первую очередь сами будем отвечать за безопасность и за культуру нашего протеста. И я еще хочу сказать о том, что, конечно, будут люди-провокаторы, которые будут использовать именно эти вещи. И нам надо учиться организовываться и предупреждать эти выпады. Всегда можно таких провокаторов изолировать достаточно просто. Во-первых, их можно брать в кольцо в общество. У нас там будет достаточно много. Люди могут быстренько организоваться, взять таких людей в кольцо, которые нарушают общественный порядок, которые намеренно провоцируют беспорядок. И такого человека закрыть в концовке и потребовать, чтобы полиция этих людей устранила с площадью. Потребовать, чтобы полицейские их убрали, потому что они угрозу несут в обществе. Это все необходимо снимать. Снимать полицию, желательно искать людей, которые выше в должности. И привлекать их обязательно к тому, чтобы они обеспечивали порядок на площади во время проведения мирных собраний. Мы туда идем с одной целью. Мы хотим провести мирное собрание и потребовать от властей, чтобы они отменили эти нелегитимные выборы и признали наши права, чтобы нас восстановили в наших избирательных правах, как в правах избирателя, так и в правах избираемых. Поэтому наша задача действовать, во-первых, активно, во-вторых, предупреждать всевозможные беспорядки. И с такими людьми работать. Я обращаюсь сейчас к каждому, кто будет видеть, что происходят такие вещи. Обязательно на них реагируйте. Кроме нас этого никто не сделал. Я прошу на протест не приносить колющие, режущие предметы. Предметы, в которых вы можете запутаться. Например, одевать одежду с какими-то там, допустим, балахойностого вида, в которые вы можете запутаться, что-то там споткнуться и так далее. Не брать одежду с большим количеством всевозможных аксессуаров, лент и так далее. Это все будет мешать. В Алматы ожидается дождь. Лучше вместо зонтов использовать дождевики. Долго держать зонт очень тяжело. И зонты, они тоже в какой-то момент будут мешать окружающим и так далее. Поэтому позаботьтесь заранее. В Алматы ожидаются ливни на 9-е и 10-е число. Эти ливни будут кратковременными. И это достаточно, я думаю, хорошо для наших протестующих, потому что в какой-то момент все равно будет жарко. И ливни, они все равно помогут эти вещи как-то скрасить. Поэтому подумайте, пожалуйста, о том, какую обувь вы оденете. Ваша обувь должна быть очень удобной. У вас должна быть экология, в которой вам будет комфортно провести длительное время на улице. Берите с собой предметы, которые вы можете положить на асфальт, с которыми вам будет удобно. Учитывая, что будут ливни, думайте о том, чтобы эти предметы не промокали, чтобы вы могли где-то присесть, отдохнуть и так далее. Вот эти детали, эти вещи, мелочи, они очень важны для того, чтобы вы себя комфортно и уверенно чувствовали во время протеста. Если вы предусмотрите всевозможные вот эти детали, начиная, допустим, от того, на что вы будете одеты и обуты, и что вы возьмете с собой, вам будет намного комфортнее провести длительное время на площадях и оставаться при этом эффективным и уверенным в себе. Обязательно нужно брать предметы гигиены, гигиенические салфетки. Берите разовые пакеты. Берите их в большом количестве. Потому что наши площади, к сожалению, мы живем в квалитарном государстве, нам не будут обеспечивать удобства. И люди, которые захотят сходить в туалет, а такие естественные будут, потому что мы рассчитываем на длительный протест, должны иметь какие-то разовые приспособления для того, чтобы это делать. И я предлагаю женщинам, мужчинам, запаситесь ширмами, запаситесь какими-то приспособлениями, которые вы сможете оборудовать, сделать некие ширмы, кабинки, в которые могут люди ходить в туалет, брать с собой вот эти мешки. Берите какие-то, допустим, удобно брать ведро. Я рассказываю такие примитивные вещи, потому что мы точно знаем, что государство нас не позаботится, и нам не будут обеспечивать культуру этого протеста. Поэтому, пожалуйста, думайте заранее. На самом деле в интернете можно найти достаточно много приспособлений дачного плана, которые вполне обеспечат биотуалеты, они недорогие. И я думаю, что некоторые группы активистов могут на самом деле эти вещи организовать и привезти с собой. Очень важно, чтобы наш митинг был позитивным, и чтобы было удобно стоять длительное время, необходимо продумать, чем вы там будете заниматься. Поэтому мы вам предлагаем взять с собой некоторые предметы, которые смогут, скажем так, время, которое вы будете проводить на площадях, обеспечить каким-то полезным делом. Берите с собой краски. Мы должны оставить после себя следы, мы должны оставить после себя месседжи этому режиму. И мы на этих площадях можем красками писать, что мы требуем равных избирательных прав, и мы требуем отменить эти фальшивые и нелегитимные выборы, потому что народ в них не верит, и у народа нет возможности в этих выборах участвовать на равных. Разные месседжи мы можем там оставлять, чтобы после нас, естественно, было видно, что на этой площади был протест. И этот протест, он политически уносит характер требований от народа, потому что народ не хочет допустить очередного захвата власти. Думайте, возможно, вы возьмете с собой муки, будете там что-то действительно оставлять в месседжи мела, красками, если кто-то работает в графике. Берите с собой музыкальные инструменты. Музыка позволит скрасить время. Музыка, песни, которые вы будете там все вместе исполнять, они очень помогут. Заряжайте свои сотовые телефоны, пару банков берите, заряжайте. Используйте музыку, которая будет в YouTube, которую вы скачали себе. Если у нас будут заблокированы сети социальные, если будет заблокировано интернет, это все можно держать в памяти телефона. Пожалуйста, заранее распечатайте и возьмите с собой те песни, которые вы любите, те песни, которые вы собираетесь исполнять, чтобы не тратить батарейку телефона, чтобы не тратить энергию, и чтобы можно было поднять этот листок, и с листка гораздо удобнее небольшой группе людей читать эти тексты, исполнять их. В какой-то момент вы их заполнили. Обязательно нужно продумывать о том, чтобы протест наш носил символ планы, чтобы он был символичным, и люди понимали, почему мы вышли на протест, почему мы этот протест считаем общенародным. Потому что мы говорим о том, что важно всему народу, и потому что мы говорим о том, что мы вышли бороться за свою страну. Поэтому мы предлагаем использовать государственные символы. В первую очередь, это должны быть наши флаги. Берите с собой флаги. Маленький флажок стоит от 35 до 50 тенге. Большие флаги стоят от 2000 до 9000 тенге. Разные цены, у каждого разные возможности. Но если будет очень много наших флагов с нашей государственной символикой, люди вокруг будут понимать, общественность будет реагировать и понимать, что идет народный протест, что этот протест направлен на то, чтобы защитить страну, защитить интересы всего народа. И поэтому к нему начнут присоединяться. Это будет великолепная картинка. Казахстанцы впервые выходят на многочисленный протест, когда действительно будет много людей. И обязательно нужно позаботиться, чтобы впоследствии во всех странах видели, что это казахстанский протест. Чтобы люди со всего мира понимали, в Казахстане вышли, чтобы отстоять свои права на выбор президента, на выбор власти. И тогда мы должны этот выбор обозначать, свой протест должен обозначать государственные символы. Поэтому я призываю всех вас, берите с собой голубые шарики, тоже символ нашего государственного цвета, государственных символов. Берите с собой флаги. Пожалуйста, запомните все слова государственного гимна. Мы будем исполнять гимн нового формата, потому что его знают многие поколения молодых, для того, чтобы не путаться. Люди, которые учатся сейчас в новом поколении, они все на языке в школах изучают гимн, и им будет достаточно легко его исполнять. Тоже запишите эти слова, распечатайте заранее, возможно, кто-то не помнит. Распечатайте, чтобы он у вас был просто в кармане. И тогда это будет легче исполнять. И гимн, который будет звучать на площади, гимн, который будет сопровождаться нашими государственными символами, будет придавать дух всем. На это будут смотреть полицейские. Это тоже позволит дрогнуть, расшевелить их в сердцах, чтобы они понимали, народ вышел за страну, чтобы они понимали, что нужно присоединяться к народу. Это обязательно должно работать позитивно, это должно работать патриотично. И поскольку наши силовики, все наши полицейские, сотрудники спецслужб, и прочие органы силовые, они все в своих уставах и так далее, они все равно знают, что их задача защищает народ. И так нам надо быть красивым народом, настоящим народом, народом патриотичным, который действительно будет видно и понятно. Мы народ, и мы вышли бороться за свою страну, за свои права, за то, чтобы мы могли выбирать власть. Поэтому я призываю вас использовать государственные символы и делать это массово. Вот эти вот важные вещи, и, возможно, будут еще какие-то дополнения, мы обязательно к ним придем. Я еще буду выходить в эфир завтра. Мы будем проводить эфир, естественно, ежедневно в Телеграм. Мы еще какие-то детали будем упоминать, каждый день рассказывать. Наша задача научиться проводить протесты культурно, потому что Казахстан пришел к такой фазе, когда протест надо уже делать естественной формой общения с властями. Они, возможно, еще не готовы так общаться с нами. Они не хотят нас слышать. Они будут обороняться и так далее. Но мы, народ, должны потихоньку, как мы это делали, демократический выбор Казахстана, на протяжении полутора лет. Мы приучали власть, приучали людей к тому, что мы можем, имеем право, вгрожать свое мнение на уличных акциях. Что мы имеем право выходить на уличные мирные акции и выражать свои протесты мирно посредством объединения народа. И поэтому нам надо всем приходить к пониманию того, что мы все улучшимся. Мы впервые проводим настолько массовые протесты. И мы должны изучать все возможности, заранее понимать, что приведет к тому, чтобы протест стал эффективным. Поэтому я еще раз хочу обратиться ко всем вам, что если у кого-то есть предложения, у кого-то есть идеи, у кого-то есть вопросы, пожалуйста, формулируйте, осталось одна неделя, меньше недели, осталось несколько дней до воскресенья, до того дня, когда Казахстан будет кардинально меняться и в Казахстане произойдут глобальные перемены. И наша задача достигнуть этих перемен максимального. Поэтому я прошу всех, кто заинтересован в том, чтобы в нашей стране эти перемены произошли, случились, пишите, рассказывайте, что еще мы должны предусмотреть, что еще мы должны рассказать всему народу, чтобы этот протест состоялся и был эффективным. Пожалуйста, пишите к нам в социальные сети, в чат ДВК, пишите Мухтару Аблязову, мне пишите, в штаб наш пишите. Мы обязательно вас услышим. Очень многие рекомендации, которые сегодня были произнесены и которые мы произносим ежедневно, они пришли именно от вас, именно благодаря вам, и многие очень людей пришли, именно потому, что вы в этом активно участвовали. Большое спасибо, что слушали меня завтра, я постараюсь выйти в эфир точно так же, в это же время. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова